привет кирилл это видеоанализ голоса первый этап канал андра серба не в прямом эфире начинаем видеоанализ голоса хорошо начал только громковато немножко давишь на связке воздушным столбом это может вызвать форсаж вот обрати внимание интересно такая тенденция у вокалистов если мы чувствуем что впереди нас ждет какое-то напряжение да то мы можем создать это напряжение не в том месте и не теми механизмами которые которые нужны вот в этом слов в твоем случае например ты сейчас идешь наверх да и чувствуешь что надо создать какое-то напряжение и начинаешь плотнее смыкать связки из-за чего идет сильней воздушный столб еще плюс и идет вместо контроля звука идет прорыв звука потому что ну как бы для тебя это непривычное такое напряжение непривычно давление свет и не привык с ним справляться то есть получается не громкий звук до такой избивчивый и прорывистый напряжение должно было быть на уровне диафрагмы то есть тебе нужно оборот было задуматься о том чтобы удерживать с воздушный столб под связочное давление удерживать удерживать диафрагму на вдохе и не выпускать звук а связки смык у тебя и так был плотный и нужно было этот уровень смыка оставить не усиливать не увеличивать я заметил ты концентрируешь свое внимание вот на вот этой резонации носовой полости ты туда как бы посылаешь звук а это хорош к добру не приведет проблема даже не в назальном при звуке в том что ты потеряешь именно вообще весь объем звука сам объем тебе нужно как бы тебе неудобно было да но сосредотачивать свой звук сосредотачивать вот вот эту резонацию на уровне глотки и ротовой полости ну пока у тебя рот закрыт да все равно вот пытаться рот у тебя же то есть ты ты же можешь все-таки рот увеличить хоть и губы см二 но объем ротовой полости увеличить и дать получается чтобы часть рта да стала как бы частью глотки вот совместить вот это вот попробую совместить голора то грот году я говорю не носоглотて рота глотку совместить с ротовой полостью вот совмести вот попробовать там увидеть как бы звук. И тогда нос он ответит сам. Вот эта резонация маски, как люди ищут маску, резонаторы головные, оно само ответит. Туда не надо посылать. Сосредотачиваться неправильно. Это к добру не приведет. Вот этот поиск маски, такой вот туда как-то искать направление звука, он скорее сделает из человека эстрадного певца. И все. То есть нужно сосредотачиваться на истинном звуке, на истинных обертонах. То есть истинные обертоны это что? Это нижняя часть глотки, которая отвечает за усиление низкой певческой форманты. Да? Плотный смык, который дает нам высокую певческую форманту. И наклоненный надгортанник и увеличена часть, верхняя часть глотки, что дает обтекаемость глотки и выход звука через ртовую полость, через уси рта, то есть изо рта будет звук выходить. Если мы начинаем думать о маске, как-то в маску, тогда в головные резонаторы направить звук, мы просто сужаем свой тембр, и ничего от этого сильнее звук не будет. Мы просто научимся чувствовать эти вибрации. Но сильнее мы его не сделаем. Может какую-то тысячу герц вот эту сильнее сделаем, носовой призвук, но это как бы это некрасиво, и это не облегчит тебе пение. Это не есть импеданс, это не есть акустическое сопротивление. Акустическое сопротивление создается именно в нашей надставной трубке, то есть в глотке и в ротовой полости. Все, что выше, это уже не надставная трубка, значит и не импеданс, не акустическое сопротивление. Вот сейчас более-менее глотка была, тебе нужно вот эту позицию было ставить и дальше в этой же манере стараться образовать звук. Но ты сейчас сделаешь ошибку и поменяешь свою позицию. Вот ты опять искусился на носовую полость, на эту резонацию носа и попытался поменять позицию в поиске вот этого звонкого, так сказать, серебристого звука. Но это не серебро, это назальный призвук. Серебро — это высокопевческая форманта. Высокопевческую форманту можно образовать просто обычным плотным смыком. А-а-а-а-а-а-а-а-а. Вот даже тихонечко, да, у тебя будет уже ВПФ. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-м-м-м-м. Что интересно, высокопевческое форманта не теряет в качестве, даже если ты закрываешь нос. Ну, конечно, при условии открытого рта, потому что в этом упражнении тебе не получится закрыть нос, потому что вообще тогда не будет ни звук, ни воздух выходить. Вот, но если, например, нос рот смысли открыт, нос можно закрыть, ВПФ не потеряет в качестве при условии конечно что она создана вот ну вот пример приведу просто сейчас я закрывать буду нос видишь вообще ничего не менялось ну конечно видео нету что я закрываю нос а сейчас я направлю звук в нос как ты сейчас это делаешь и ты услышишь изменения вот понял сейчас у меня был звук направлен в нос и конкретно было было четко слышно когда закрывал нос было слышно прерыв именно вот этого потока потому что воздух и звук выходил через нос когда же ты не пускаешь воздух в нос опускаешь только через рот то тогда тебе нос не влияет и ты его закрываешь не закрываешь это не испортит тебе звука и вот это хороший критерий именно для тебя и я тебе предлагаю сейчас записать или запомнить что вот чтобы не концентрировать внимание на этом назальном призвуке проверяй себя закрытием носа только на открытых конечно гласных на открытых при открытом рте вот проверяй закрывай открывай нос если у тебя будет прерываться значит ты не туда направляя на что ты в нос направляешь это неправильно вообще в принципе сам вот этот у тебя свисточек носовой он неплохой и от него отказываться не надо конечно да оставь его это природа твоя и он будет добавлять еще к тембру да но не концентрируйся на нем ты должен концентрироваться на истинном звуке то есть концентрироваться на удержание воздушного столба на постоянстве его на плотном смыке и на объеме глотки а уже вот этот свисточек носовой если ответит пускай отвечает не ответит но не ответит он если ты найдешь истинный звук он у тебя будет всегда отвечать потому что он у тебя есть звук хороший звонки такой это носова тысяча герц она не портит тембр она она только добавляет к нему но главное не урезать еще тембров то ли то есть не останавливаться на этой тысячи герц носа надо еще не забывать о глотке ротовой полости да я же не делаю у меня кстати даже и нет такого свисточка как у тебя носового я даже если постараюсь наверное не смогу сделать но если он у тебя есть не надо на нем сосредотачиваться это не есть резонатор на пение это не тот резонатор которому нужно стремиться то есть это резонатор конечно и он должен быть частью твоего тембра да но на нем нельзя концентрироваться концентрироваться надо нужно на истинном звуке на увеличение объема верхней части глотки на ее обтекаемости и на выходе звука изо рта не износа изо рта через ротоглотку в в ротовую полость и в устье рта а вот ты слышишь поменял сейчас позицию это вот просто услышишь я думаю это любой услышит слышишь да вот что заглубил все завалил голос а вот тоже самое начинаешь именно за заваливая голос и неуверенно заваленного начинаешь давни уверен может возможно в ноте я не знаю с этим заваленным начинаешь дальше пытаться создавать звук да но изначально уже неправильно выстроены механизмы голосообразования звукообразования непонятное дело что уже сложно будет выпутаться из этой ямы а нужно просто изначально сразу упростить себе задачу уверенно просто взять звук со со и все то есть не громко не форсирует конечно со а уверенно и аккуратненько со со пускай он будет немножко прямолинейным да пускай он немножко будет будешь в нем не как сказать ну объема там недостаточно будет но ты возьми его уверенно думая только о трех вещах думай первое о том чтобы не вырвался воздух у тебя просто удерживай диафрагму на уровне вдоха вторая вещь это просто замкни связочки сразу да не делай су су не даст мы какой-нибудь да и третья вещь просто это просто выпусти воздух изо рта не в нос он уверенно в нос нет уверенно в рот он слышал конечно что ты пытаешься сосредотачивать свое внимание на этом свисточки носовом до чего делать нежелательно ну да ладно ты сейчас поймешь и будешь еще создавать истинный звук и на нем сосредотачивать свое внимание но еще замечание такое что это же вообще-то упражнение соль гласного о а ты ее под а поешь пой конкретно о да возможно тебе неудобно и так это это наоборот хорошо любая боль наша в нашей жизни любой дискомфорт значит говорит о том что мы делаем что-то неправильно вот так же и вы с пригласной о нужно петь голосную о чтобы почувствовать этот дискомфорт и чтобы найти вот эти неправильные механизмы которые создаем мы в своем организме ну вот ты продолжаешь петь под а хоть это гласно о да и не даешь себе возможности почувствовать вот этот дискомфорт а нужно о и все пускай это будет такая прикрытая гласно как и есть в упражнении это тебя заставить а за образовать звук если ты его заваливаешь это сразу будет понятно для этого упражнение надо все бы это было а да то даже если его завалили звук а хоть как-то можно в вып выплюнуть вода на гласные а она гласная о не получится все он завалится он станет глухой вот это мы и вы мы вот этого мы добиваемся чтобы звук стал глухой и остановиться и сказать о вот 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 она вот где он глухой звук и неправильно пою и неправильно голосообразование делаю звуковедение изначально скажи спасибо что это не у потому что на у если ты завалишь звук да его вообще не будет или занизишь на малую терцию а и а он 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 а а он обрати внимание на простую вещь ты начинаешь с задранной гортанью упражнения именно начинаешь потом пытаешься ее опустить и получается у тебя как бы звук проходит какие-то метаморфозы в процессе упражнения да и это мешает конечно же адаптации твоего твоей нервной системы к воздушному столбу к плотности смыкания голосовых связок ну что там подведены тысячи миллионы нервов к этому всему и это все контролировать мозгам приходится а если ты еще и начинаешь задранной гортани то еще и эта задача добавляется вот ты давай-ка попробуй просто сразу установить гортань я конечно не советую никому не советую фиксировать гортань да но давайте ее установить сначала где-то пониже пониже чем вот ты делаешь это потом забудь про нее хорошо то есть ты установил установил гортань на на место какое-то изначально перед упражнением и начни уверенно вот с плотным смыком с установленной гортанью с постоянством воздушного столба а это значит с ощущением вдоха и вот с этим всем начни хотя бы упражнения да а потом забудь про гортань пускай она у тебя скачет уже куда хочет потому что с вибрато тут не поборешься вибрато должно быть и не думаю уже потом об этом пускай гортань у тебя сама уже скачет но ты изначально дашь ей хотя бы вот дашь мозгам своим правильный вектор установишь гортань пониже и у тебя за счет того что ты опустишь гортань изначально перед упражнением у тебя значит и объем глотки будет большой понимаешь ты начнешь с этим объемом глотки и забудешь потом забывай потом про гортань и просто потом сосредоточься на чистоте звукоизвлечения и что интересно ты не потеряешь этот объем и не потеряешь позицию гортани почему даже если не будешь об этом думать почему потому что это оптимал создадутся оптимальные если конечно же создадутся оптимальные условия звукообразования именно в оптимально акустические условия твоей надставной трубки понимаешь ты изначально создашь нужную длину нужный объем своей ротоглотки и нужную длину в принципе всей этой надставной трубки то есть ротоглотки ротовой полости устья рта в сумме приобретет именно такую длину которая будет умело справляться с этим подсвязочным давлением из облегчать связкам работу голосовым связкам и у тебя не собьется этот механизм даже даже если ты перестанешь уже думать о нем в процессе упражнения то есть тебе достаточно начать правильно и все и дальше у тебя как по маслу пойдет потому что зачем нафиг что-то менять если она идет если голосу легко поэтому важно начать правильно значит важно начать не заваливая звук важно начать не задирая гортань важно начать не посылая звук в нос ища какой-то там звоночек колокольчик носовой а важно именно соблюсти простые принципы начать хотя бы понятное дело что в процессе это сложно делать да в процессе упражнение потому что и спой тебе тут и еще гласну о вспомни еще чисто спой попробуй это все учесть сложно но когда ты начинаешь соблюдая все принципы начинаешь упражнения ты потом и вообще можешь уже об этом не думать достаточно просто уже дальше уже заниматься музыкой просто звуковедением а все это все эти принципы которые ты соблю в начале упражнения они останутся что интересно просто потому что созданы оптимальные акустические условия для сопротивления под связочному давлению то есть для компенсации этого под связочного давления а а а а а а мне кстати нравится как ты нижнюю челюсть держишь это правильно так продолжаю в этом же духе довольно неплохо открыт рот до рупор у тебя получается если при закрытом рте у тебя как бы мало того что губы были сомкнуты на каще и рот ты вообще как-то плотно сжимал то здесь ты хорошо держишь рупор и плюс твоя челюсть довольно таки свободно и это не зато это не влияет на зажатие мышц артикуляционных например языка корня языка ну слышно что это вроде как не зажимает тебе язык корень языка это хорошо нормально вот челюсть нижнюю хорошо держишь расслаблено видно что вот так и продолжай это это плюс твой а а Субтитры создавал DimaTorzok вот это упражнение здесь наоборот ты начинаешь верно правильно уверенно начинаешь почему потому что рот закрыт у тебя хорошо идет смык у тебя идет хорошо хорошая подсвязочное давление умеренно причем но когда ты идешь наверх когда ты идешь наверх мама 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 да у тебя почему голос меняется до становится такой глуховатый потому что у тебя вместе с высотой тона еще и тянется гортань то есть если там в предыдущих упражнениях ты начинал неуверенно да то здесь ты наоборот в середине у тебя неуверенность появляется из-за вот этой верхней ноты хотя это же непредельная верха это для тебя такая верхняя нота что детский сад как бы да если так вот представить спеть ее отдельно да вот сказать так давай успею не дури голову и ты споешь нормально так у тебя просто это не знаю в рефлекторного себя просто происходит ты идешь вот верхняя нота все у тебя гортань тянется за ней а нужно просто удержать вот как ты начал это не значит что давить гортань все ниже и ниже чем ты выше поешь нет ты начинаешь тышь тыж довольно таки мягко начинаешь вот эту мягкость оставь но не давай послабление не давай его поднятия гортани но не давай вот этот каждый день просто сейчас тренируюсь на улице бегают поэтому кашляю не обращай внимание что говорил не давай вот это не давай послабление да мама 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 вот держи гортань там же но конец но и не дави ее внизу просто удерживая ее ниже немножко ты же начинаешь довольно таки низко вот ты начал но я имею ввиду низко начинаешь я имею ввиду положение гортани твой но при этом и мягко ты начинаешь вот эту мягкость и в то же время ее пониженность гортани соблюди и вверху ноты на верхней нот ноте и тогда звук у тебя не станет таким глухим у меня он он сейчас звук немножко открыты был наверху да и слышно было легко поджим корня языка чтобы этого не происходило довольно просто достаточно просто направить звук на заднюю часть глотки а ты тянешься как бы за звуком из нас соответственно пытаешься направить звук на эту самую на носоглотку у тебя он немножко распущенный получается с носовым призвуком а а здесь наоборот нужно наоборот ставить условия звуку не чтобы он тебе ставил условия а ты ему ставь условия вот и берешь направил на заднюю часть глотки звук а уже звук сам отразится от твоей задней части глотки и пойдет тебе на твердое небо это уже будет хороший резонанс правильный резонанс и будет импеданс то есть будет акустическое сопротивление под связочному воздушному давлению ма 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 кстати ты наверно обратил внимание да что у тебя вот постоянно хрип отца такая да легкая бывает ма 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 прорыв какой-то такой да звук такой хриплый у тебя это со связками все в порядке это же не в проблем то нет это конкретно ты просто не образуешь эту компрессию за звука на гласной а просто подвинь немножко язык назад и почувствуешь насколько проще звук сжатый извлекать вот то есть не делай но такой распущен вот его как бы а сашими но я сейчас конечно утрированного показывают ну так так неправильно петь мама 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 а то есть я специально сейчас очень сильно направил корень языка в сторону задней части глотки чтобы сузить вот эту часть глотки между между задней ее частью и корнем языка и создать компрессию но конечно такую компрессию создавать не надо как я показал но просто попробуй подвинуть язык немножечко в сторону затылку и ты почувствуешь насколько проще такой собранный звук выпускать и насколько легче голосовым связкам тогда работается ты это поймешь но это на гласная а выполнима и отчасти на гласной о на остальных гласных там немножко другие принципы но здесь ты можешь это себе позволить и у тебя звук тогда компрессированный то есть сжатый именно вот там где надо возле языка и уже идет выходит он уже такой собранный сфокусированный и и хрипоцита до ним может не быть попробую это это тебе полезно будет будем бум 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 Маммамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамам но все же как ни крути в звук у тебя хороший мне нравится собраны достаточно до дыхание немножко у тебя сбивается надо над дыханием поработать что значит поработать над дыханием просто попробовать вот петь да но с ощущением вдоха то есть петь и стараться не выдыхать и все и ты так наработаешь постоянство воздушного подсвязочного давления это простая вещь вот поэтому дыханием обязательно нужно работать именно вот в таком направлении именно не тоже там на свечку там что-то дуть еще что-то конкретно представлять конкретно стараться не выдыхать и все это простая вещь простая рекомендация поешь тут мама мама звук давать а воздух не давать все не ошибаюсь у тебя первое идет не три звуча как там называется секс аккорд вроде бы не помню ну короче говоря у тебя на кварту идешь ты да у тебя идет вместо мама должна быть большая терция у тебя идет кварта а потом уже только терция идет и получается ты не поешь мажорная трезвуча и вот эта мажорная терция не получается не может тебя настроить психологически да вот так сказать радостно это лад этот потому что терции мажорная нету есть кварта поэтому по постарайся себе все таки тыкать на фортепиано конкретно должно быть мажорная трезвуча большая терция мало терция и потом уже кварта то есть когда идешь уже наверх арбит на на в октавную эту тонику вот не чисто просто исполнено и это может тоже влиять мешать вокалу ты сомневаешься ты чувствуешь что-то не так и эти сомнения влияют на биомеханизм звукообразования я слышу ты создаешь искусственная вибрато да такой легкий барашек это где-то 9 герц у тебя вибрато как будто бы чтобы облегчить работу гортани до чтобы она у тебя не фиксировалась я так понимаю ты это делаешь может быть и неосознанно поэтому обрати на это внимание это создает впечатление неустойчивого звука лучше избавиться от этого и приобрести естественная вибрато естественно вибрато это 67 герц это немножко реже до чем ты сейчас делаешь ты сейчас делаешь вот как бы чтобы колбасилась вот гортань это делаешь осознанно или бессознательно в любом случае нежелательно это делать и обрати на это внимание и просто лучше тогда зафиксируй гортань временно зафиксируй и обрати внимание что у тебя звук немножко изменится будет более прямолинейный да но зато устойчивый а потом уже вот когда ты запомнишь это ощущение устойчивости звука но такой прямой да но а потом я наверное сейчас спел как ты на кварту начал ладно и потом когда ты пачу запомнишь это ощущение устойчивости голоса да потом ты можешь добавить вот расслабление гортани то есть не удерживать ее внизу отдать ей волю и она будет немножко у тебя сама ходить на миллиметры вверх вниз и уже может тогда образоваться естественная вибрато с частотой 67 герц то есть она будет колебаться вверх вниз 67 раз в секунду вот короче отчетливо слышу этот секс кварт кварт секст аккорд или как его там называют то есть у тебя начинается кварта в начале да поэтому желательно потыкать себе конкретно три звуча потому что получается не мажор а все-таки задача здесь конкретно мажорная это арпеджио должно быть большая терция первое вот первая большая терция дает тоже психологическую настройку и это не стоит игнорировать сомнение а это была большая терция звук хороший правильный немножко вверху распустил можно было просто оставить немножко ту же позицию с которой начал вот и начал да и дальше не пытаться как-то сделать громче или сильнее звук а просто за счет именно дыхания за счет удержания воздуха диафрагмой до за счет ее пола положение пониженного можно было также и сохранить само качество звука вот то есть мой все не громче но можно и громче но и начать тогда немножко громче вот понятное дело когда вверх вверх идешь в любом случае звук будет громче потому что там напряжение приходится больше давать давление и смыка но все же в в меру в меру сейчас был минор начинаешь вот более менее да но не совсем правильно вот из-за этого у тебя вверх страдает ты берешь во первых напомню вот про это искусственного вибратора уже с него начинаешь да у тебя уже не за неустойчиво то есть твоему сознанию приходится еще и думать о том чтобы колебать гортань да это лишняя работа лишний ресурс тратится на это внимание лишнее уделяется вот этому колебанию искусственному гортани с частотой 9 герц а а во-вторых звук вот ты наверх идешь чем выше да ты уже тянешься к носоглотке да вместо того чтобы наоборот звук тянуть вниз то есть представлять что ты его тянешь вниз а это значит что направлять на затылок это значит что наклонясь над гортанник немножко наклонясь чтобы создавался импеданс чтобы создавался эффект импеданса за счет наклона надгортанника за счет отражения звука от надгортанника Татаника, части звука отражение на голосовой связке, да, возврат звука, и части звука отражение на заднюю поверхность глотки, и последующее его отражение уже на твердое небо. А когда тянешься вот ты за вот этим свисточком носовым, да, который у тебя есть от природы, и который вроде бы как помогает резонацией, но это миф и это самообман. И вот когда ты за этим тянешься, тогда ты теряешь объем глотки, и берешь вот за счет немножко носа, но теряешь объем гортани, и теряешь, извиняюсь, не гортани, а объем ротоглотки теряешь. Ну и соответственно теряешь вместе с объемом ротоглотки, вместе с этим теряешь и полноту своего тембра, потому что ротоглотка — это резонатор, да, полость, которая отвечает за усиление или урезание части твоего тембра, который у тебя создался, образовался на голосовых связках. Так вот, когда ты ее уменьшаешь и делаешь ее объем неестественным при пении, да, неестественным для твоего организма, для твоего типа голоса, делаешь меньше. И ну то же самое, если делаешь больше, да, чем надо. И тоже это не лучше. Или больше, или меньше, если сделать, сделаешь всегда хуже. Нужно находить оптимальный объем ротоглотки, оптимальную длину надставной трубки, то есть системы резонаторных полостей над голосовыми связками. Вот заметь, верх у тебя есть, да, физически. Он у тебя образуется механически. Просто не фокусированный, не собранный, распущенный звук, но есть, да. Если ты его именно так будешь петь, понятное дело, быстро ушатаешь голосовые связки, устанешь, да, забьются твои фонаторные мускулы, и в принципе ты сам можешь посадить голос, да. Но это решается простым условием. Начинать надо петь так, примерно так, как ты будешь заканчивать упражнение. Заканчиваешь, ну то есть не как заканчиваешь, да, а как оно у тебя будет в самом развитии, в кульминации упражнения. Кульминация упражнений – это вот верхний звук, который ты берешь. Так вот, чтобы взять правильно, надо уже правильно взять начало. Правильное начало – это какого? Поднять мягкое небо, чего ты сейчас не делал. И потом ты пытаешься уже поднять мягкое небо уже поздно. То есть когда уже у тебя налажен определенный воздушный столб, да, голосовые связки наши нашли какую-то силу смыкания, нашли уже определенную, мозги твои на это настроились, и ты уже потом только пытаешься поднять мягкое небо, и получается сбить весь этот механизм, который уже наладился в процессе упражнения. Вот, чтобы не сбивать механизм, нужно его изначально выстроить. То есть, значит, просто изначально подними мягкое небо. Конечно, не так, что задирать, чтобы у тебя аж гортань вниз шла. Ну, потому что мы все знаем же, да, уже вы знаете, все подписчики моего канала, по идее, кто смотрит вот эти обучающие видео, они знают, что при поднятии мягкого неба у нас рефлекторно опускается гортань. Но мягкое небо, конечно, тоже в меру надо, если сильно его поднять, получается у тебя сильно и гортань опустится, да, и можно вот так вот добиться эффекта фиксации гортани, а это уже нехорошо, мы тогда теряем вибрато. Но в меру подними его, ты его не поднимаешь, ты бережешь, как будто вот думаешь так, я начну без напряжения, мягенько начну со всеми. Звук же есть вроде бы, да, конечно, внизу легко звук образовать и без поднятого неба. И тебе кажется, ай, мягенько начну, чтобы не зажиматься, а там уже как-нибудь напрягусь и выдам эту ноту. Нет, так не работает. Надо уже создать это легкое напряжение и с этим напряжением вести звук. И тогда вверху ты почувствуешь, что, о, это же, то есть создаться эффект вот этого положительного переноса. У тебя звук получился со всеми этими механизмами, которые напрягают твою психику, значит, у тебя звук и вверху получится с этими же механизмами. И тебе не придется ни добавлять, ни менять эти биомеханизмы звукообразования. Моааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Ну вот, и у тебя соль, соль диез пока пределы, да, это очень хороший диапазон, у тебя этот звук этот есть, этот диапазон в голосе есть, понятное дело распущены, да, берешь криком, ну можешь замкнуть, это значит, что если обрамить голос, найти правильный заворот, обтекаемость в верхней части ротоглотки за счет поднятия мягкого неба, за счет направления язычка в сторону задней части глотки, за счет естественного, настоящего вибрата, да, можно реально вот этот диапазон сделать рабочим. И это очень большой, это очень большой верхний диапазон, тут даже для баритона это предел, в принципе, это предельный хороший баритональный диапазон, тут с таким диапазоном и теноровые партии можно петь, в принципе, вот, а обрамить уже голос, это уже, да, это вопрос упражнений, систематических занятий над своим голосовым аппаратом. И в твоем случае вот это упражнение арпеджио надо начинать уже с поднятым мягким небом, чтобы звук не шел в нос, чтобы не терять тембр, чтобы не терять акустическое сопротивление, импеданс не терять, чтобы к связкам легче работалось. Потому что без импеданса наш столб воздушный, который под связками, давит на связки, приподнимает их и все время их растягивает, растягивает. А с импедансом вот это давление, не воздушное, конечно, мы не можем создать воздушного давления над связками, это акустическое давление, звуковое. Вот это давление хоть как-то немножко компенсирует работу голосовых связок, компенсирует в смысле вот это давление подсвязочное и дает связкам немножко выровняться. Мало того, плюс еще и идет резонация, то есть идет возбуждение связок путем отражения звуковых волн от резонаторных полостей головы. И то есть получается, мало того, что связки сами совершают колебательные движения, их еще и колеблют их же отразившиеся волны. Их же отразившиеся от головных резонаторов волны. Так что вот этот твой диапазон, если развить, у тебя еще появятся новые предельные ноты. И думаю вплоть до ля-си первой октавы. Если у тебя сейчас соль, соль диез первой, да, то очень даже легко предельно и добавится вплоть до ля-си первой октавы. Хотя по тембру слышно, что ты баритон, да, не тенор. Ну что, а сейчас посмотрим твой голос визуально в эквалайзере. Посмотрим твои обертоны, высокую форманты твоей группы обертонов, высокую и низкую песческие форманты. Ну и немножко обсудим это. Соль Вот я нашел три пика. У тебя 2600 примерно герц, 3000 герц и примерно 3400. Ну среднее это 3000 будет. Специально усилил. Обрати внимание, как у тебя хорошо четко отделяется высокая певческая форманта, а вот от этих всех обертонов, да. Так, а сейчас выделю низкую певческую форманту тоже. Теперь послушаем сейчас отдельно низкую певческую форманту, а все группы обертонов и остальные вырежем. Так, это я низковато захватил. У нас низкая певческая форманта примерно 517 герц. Конечно, зависит от типа голоса, от физиологии. Но все же сейчас повыше сделаем. А еще ты обратишь сейчас внимание, я как-то не говорил почему-то раньше об этом, но обратишь внимание, насколько все-таки высокая наша низкая певческая форманта. Люди думают, что это какое-то гундение, такое грудно должно быть, да. Нет, низкая певческая форманта, она тоже высокая. Она звонкая. Так, а сейчас выделю высокую певческую форманту отдельно. Солнечная певческая форманта, она тоже высокая. Вот такая звонка, вот такое зуденье у ВПФ нашей. У тебя, кстати, ВПФ и НПФ очень хорошо отделяются от остальных обертонов. А сейчас наоборот, повырезаю и низкую, и высокую певческие форманты. И сейчас внимание, приготовься, я сейчас верну в обычную, обычный твой голос. Немножко поколдуем с твоими обертонами. Я вырежу высокую и низкую певческие форманты, а потом, наоборот, еще при этом усилю остальные обертоны, вот эти, которые между высокой и низкой певческой форманты, и основной тону увеличу. Ну и послушаешь, как у тебя голос будет звучать необычно. Кстати, обрати внимание, нос добавился, да? Потому что это 1000 Гц увеличилось там посередине. Вот еще основной тон увеличиваю силу. То есть у тебя увеличены все обертоны, кроме нормальных певческих. Ну специально, просто послушай отличие, как звучит твой голос. Ну и приготовься, я сейчас верну твой голос в нормальное положение, и просто услышь отличие. Ну вот, видишь, как оказалось, у тебя хорошая высокая певческая форманта. Она у тебя строго отделяется от всех остальных групп обертонов. И это хорошо, это значит, у тебя реально вокальная форманта. Или это природно, или же ты, конечно, скорее всего, занимаешься вокалом. И, в принципе, достаточно просто добавить свободу голосу. Свободу за счет добавления импеданса именно в надставной трубке. Игнорировать вот этот назальный призвук, не концентрироваться там, концентрироваться на верхней части глотки и на постоянном ощущении вдоха диафрагмой, то есть ее опущенности. Вокальное дыхание отличается от обычного дыхания постепенностью выдоха. Именно от того, как плавно выходит воздух при выдохе, зависит постоянство подсвязочного давления, а значит и стабильность смыкания, а следовательно устойчивость звука. Певческое дыхание – это вдох за счет сокращения мышц диафрагмы, то есть опускания диафрагмы вниз. Затем диафрагму следует удерживать внизу, ощущая давление в животе. Когда мы поем, мы не просто выдыхаем, мы выдыхаем с помощью очень плавного, незаметного поднятия диафрагмы. Только в таком случае подсвязочное давление будет постоянным и стабильным. Исходя из вышесказанного, сделаем вывод. Правильно опевческое дыхание подразумевает опущенное положение диафрагмы, как при вдохе, так и при пении. Но при пении диафрагма очень медленно принимает положение выдоха, то есть постепенно поднимается, но не до конца. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова